Ну что, я сейчас зачитаю первый вопрос. Он пришел от Оксаны Семеновой. Вопрос звучит следующим образом. Почему мозг блокирует все мое хорошее, все мои достижения и победы и выдает сплошной негатив? Для принятия определенных решений нужна уверенность в себе, какая-то опора, но я боюсь принимать решения, все мои прошлые успехи я обесцениваю, мол, фигня какая-то. Взять ипотеку в 22, я даже не думала, что мне это будет тяжело, что будет сложно, но я рассчитывала только на себя, и хотя не было помощи, я смогла. Сделала это и была счастлива. Да, это были для меня непростые времена, но я гордилась собой. Сейчас в 35, сплошные страхи, никакого внутреннего позитива. На третьем месяце беременности убежала в буквальном смысле от абьюзера, побежала в полицию, так как испугалась за свою жизнь, сначала была уверена, что многие терпят, и ты потерпи, что будет у ребенка полная семья, но в какой-то момент я не выдержала и решила, что буду одна, но жить буду спокойно. И перед предстоящими родами утонула в страхах, в самоедстве, в самобичевании, и полном обесценивая себя, не понимая, почему мой мозг выдает негативные установки. Оксана задала такой целый объемный вопрос, потому что она достаточно подробно рассказала о том, что в ее жизни происходило на протяжении практически двух десятилетий и сравнивает свои прежние достижения успешного человека с нынешним состоянием. Ну, прежде всего, это то, о чем я вам говорил с самого начала, это то, что наша жизнь неизбежно будет сталкивать нас с какими-то жизнями обстоятельствами, которые потребуют нашей внутренней перестройки, адаптации, принятия на себя дополнительных каких-то нагрузок, функционалов и так далее. И справиться с этим далеко не всегда легко. И на этом фоне могут происходить самые разнообразные срывы, которые приводят к формированию такого депрессивного состояния. Ну, судя по всему, у Оксаны такое тревожное депрессивное состояние возникло. В ситуации, при которой брак основывался на таких травмирующих отношениях, Оксана называет своего бывшего мужа абьюзером, даже пыталась привлечь полицию для его обеспечения, приведения в порядок этой ситуации. Но вот что важно, если говорить про доминанту, почему Оксана стала действовать нерационально? Дело в том, что когда женщина находится в состоянии беременности, у нее меняется гормональный фон, который влияет на то, как она переживает происходящее. И если в привычном состоянии ей эта жизнь, видимо, казалась более приемлемой, то потом на фоне этого гормонального состояния другие доминанты стали брать верх, и она стала, по сути дела, активно защищаться. Сработал такой превентивный материнский инстинкт, который выбил, к сожалению, Оксану из ее привычной жизни. Именно поэтому, потому что она все поменяла на фоне своего психологического состояния, без того тревожно-депрессивного, она оказалась в состоянии, когда страхи стали один за другим появляться. Это то, что я вам рассказывал, когда человек существенно меняет свою жизнь, его мозгу нужно произвести перестройку очень серьезную, внутреннюю, расшить прежние нейронные связи, сформировать новые нейронные связи. Но нам это сложно. Мы испытываем чувство тревоги, мы испытываем чувство беспокойства, и можем присоединить эту тревогу и беспокойство, связанную с измененными жизненными обстоятельствами, каким-то конкретным страхом, которые у Оксаны возникли. Все это отягощалось тем, что когда вы в одном находитесь состоянии гормональном, это не обязательно касается женских гормонов, это касается кортизола, адреналина и так далее. Вы одни и те же события будете оценивать иначе. Почему? Потому что у вас меняется гормональный фон, возникает чувство тревоги, и значения со знаками, со словами начинают расходиться. И дальше вы, даже используя рациональные доводы, в данном случае, что надо все равно удерживать, что у ребенка все-таки должна быть полная семья и так далее, то, что переживала Оксана, оно перестало восприниматься таким образом. И произошла какая-то внутренняя переоценка ситуации, в значительной степени обусловленной тем, что наши слова неплотно прилегают к тому, что мы чувствуем. И это может смещаться, и могут происходить соответствующие изменения. Ну и плюс сейчас сформировался новый стереотип, стереотип депрессивный. Думать депрессивно, реагировать депрессивно. То, что у нас Оксана называет вот этим негативным настроем, на самом деле говорит о том, что у нее сформировалась так называемая депрессивная доминанта, которая берет верх над ее личностью, над ее представлением о том, кто она на самом деле. Потому что раньше Оксана считала себя человеком уверенным, сильным, способным решить самые разные, очень сложные задачи. Но сейчас депрессивная доминанта, она характеризуется тремя составляющими. Это мысли о том, что все плохо, мысли о том, что будущее ужасное, и самоуничижающие мысли, что я недостаточно хорош, что я не смогу справиться, что я слабый, что я неудачник, и так далее. Вот эти все мысли взяли верх и победили такую здоровую, оптимистичную доминанту, которая формировалась у Оксаны до тех стрессовых факторов и переживаний, с которыми она столкнулась в рамках этих абьюзивных отношений и беременности и последующих каких-то не самых приятных событий, которые к этому привели ее к нынешнему состоянию. Если говорить про то, что в таких случаях делать, депрессивная доминанта просто так не побеждается. Для того, чтобы справиться с депрессивной доминантой, для этого нужна полноценная психотерапия. Но Оксана могла бы не попасть в эту ситуацию, если бы она понимала, что с ней происходит и как работают эти психические механизмы. Но сейчас уже у нас есть победившая доминанта. Более того, у нас есть динамические стереотипы мысли, в рамках которых Оксана оценивает себя как человека неуспешного, слабого, сломленного, несчастного и так далее. И эти мысли у нее автоматически прокручиваются в голове, потому что возникла уже привычка так думать. И вроде бы человек один и тот же, тот его оценивали, сама себя оценивала как большой молодец, а тот вдруг стал оценивать себя негативно. Это как раз из-за того, что наши слова, к сожалению, не намертво прибиты к тому, что мы чувствуем. И мы можем себя называть то так, то сяк, в зависимости от обстоятельств. То мы называем себя неудачниками, то везунчиками и так далее. А на самом деле в основе сейчас лежит депрессивная доминанта, которая, собственно говоря, и заправляет бал. Что важно понимать прежде всего Оксане, то, что она нуждается в помощи, то, что нужно лечить депрессивное состояние, тревожно, возможно, депрессивное состояние, которое у нее возникло. Но самое главное, что это вопрос формирования в себе конкурирующей доминанта, когда вы поставите себе цель, которая будет достаточно мощной, достаточно сильной для того, чтобы вытеснить ваше депрессивное ощущение самой себя. Вы тот же самый человек, каким вы были 15 лет назад, но то, что сейчас сформировался стереотип думать о себе как о неудачнице, это просто такой способ думать, просто такая привычка. И у нас часто бывают такие рациональные установки, которые нужно менять. Нельзя постоянно позволять своему мозгу себя, так сказать, настраивать на депрессивный лад. Потому что, если вы так про себя думаете, то неизбежно в какой-то момент сталкиваетесь с тем, что не можете противостоять тем кризисам, которых в нашей жизни всегда предостаточно, если не одни, так другие. Поэтому, понимая эту механику, понимая, что вы не обязаны думать о себе как о неудачнике, но у вас есть соответствующая привычка, эта привычка поддерживается депрессивной доминантой, и вы себя обозначаете, себя называете сами для себя словами, которые, по сути дела, являются оскорбительными, потому что, когда вы себя называете неудачником, вы же, если вам кто-то со стороны скажет, что вы неудачник, я думаю, что вы будете внутренне недовольны. но внутри самих себя вы можете говорить, что вы не можете справиться, что ничего у вас не получится, и так далее. Почему? Потому что вы не думаете, что это ваши мысли. На самом деле, зачастую, так просто думает мозг, который оказался в ситуации такого нервно-психического стресса с последующим срывом и формированием таких дезадаптивных, разрушающих вас внутренних установок. Но эти установки, опять-таки, это только привычки. Да, менять привычки непросто. Да, именно поэтому я говорю, что нужна помощь, нужна поддержка специалистов, которые помогут. Но это очень важный такой выбор, когда мы выбираем для себя жизнь, где не мозг играет с нами в наши игры, свои игры, а мы знаем, как он работает и понимаем, на какие законы нашего мозга, на какие педали, так сказать, давить в этой машине для того, чтобы она ехала в том направлении, в котором нужно. нужно.